Подготовка полным ходом. Сегодня не просто тренировка, которая, кстати, является неотъемлемой частью службы каждого спасателя. Это соревнование между лучшими, самыми опытными, самыми быстрыми и выносливыми. Здесь, на манеже, главное значение имеют ловкость и скорость. Этот сам спорт, он у нас прикладной, то есть он направлен на то, чтобы, бывая, подготовка пожарных была на высоком уровне. Есть выполнение упражнения или не выполнение упражнения. То есть, выполнение должно начинаться со старта и заканчиваться финишем. Если спортсмен на финиш не приходит, соответственно, он не выполнил упражнения. То есть, других ошибок не бывает. То есть, если спортсмен ошибается, то априори он должен упасть с башни. Но такого не бывает. Либо он, значит, сходит с дистанции, просто на втором, на третьем этаже сходит, значит, все, не выполнил упражнения. Спортивные навыки в профессии спасателя не просто преимущество, но необходимость. Порой жизненно важная. Однако в рамках соревнований адреналина добавляет азарт. Спасать никого не надо, а вот выложиться стоит по полной. Получается не всегда. Тяжело было первая попытка. Второй попыткой постараюсь уже посильнее пробежать. Важность работы спасателей преувеличить сложно. В прошлом году оценить их профессиональное мастерство в полной мере довелось губернатору региона. В рамках трагичной истории с лесными пожарами. Пожарно-спасательный спорт это мастерство, выносливость, характер. Как раз то, что нужно больше всего на боевом посту. Знаю, что вы все покажете очень высокий уровень подготовки, свои самые лучшие качества. У нас вообще очень уважают и ценят работу МЧС в регионе. У меня лично была возможность увидеть в полной мере, почувствовать, ощутить, проникнуться вашим нелегким трудом во время прошлогодних лесных пожаров. Все это, конечно, произвело неизгладимое впечатление. И поклон всем, кто выбрал эту нелегкую профессию. Среди команд участников – Калуга, Брянск, Курск, Белгород, Тула, Владимир, Рязань. Спортсмены разных возрастов. От курсантов до уже опытных спасателей с огромным стажем. С 2017 года. Практически два года. Года четыре уже. Да, года четыре. Плюс-минус два, три. Мы ворских учимся. Ну, не знаю, по душе она мне. Тем более родственники тоже работают в МЧС. Ну, я-то в спорте 40 лет уже начинал еще вот с таких. И бегал в Рязани в свое время, когда приезжали каждый год в мае месяце на турнир имени Зайцева у вас. Вот, в пожарной части там. А так мы каждый год сюда приезжаем вот зимой. Бывают такие случаи, когда необходимо проявить вот именно физические навыки, там физическую силу где-то. Поэтому этот спорт, он очень сильно помогает. На такие манеж побольше в России будет все хорошо. Профессиональная, можно сказать, деятельность, подготовка. Как у нас сегодня подготовка? Как и всегда, наверное, как и у всех. И работаем, и тренируемся, и тушим пожары, и занимаемся спортом. Соревнования памяти Михаила Шабурова, рязанца, много сделавшего для развития пожарной охраны в регионе и для развития прикладного спорта. Именно при нем появились спортивные городки при каждой части. Проходят традиционно в два дня. Первый – штурмовка. Второй – 100-метровая полоса с препятствиями. С перспективой мы, конечно, хотим развивать этот спорт. И у нас действительно замечательный манеж, он один из лучших в Центральном федеральном округе. И я бы даже сказал, в России, наверное, в десятку лучших он по-любому уходит. Поэтому мы хотим, чтобы это сооружение у нас поддерживалось в хорошем состоянии. И, конечно, хотим, чтобы такие турниры были всероссийскими у нас. То есть мы хотим, чтобы ежегодно этот турнир стал в статусе всероссийского. Прикладной вид спорта обязателен для всех сотрудников. Вне зависимости от того, планируют они участвовать в соревнованиях или нет, все пожарные обязаны выполнять определенные нормативы. От этого зависит их служба.